Прекрасно Женя пела в Черноморске, голосом таким красивым обладая. Так прекрасно Женя пела в караоке, о своем таланте она еще не знала. Но туда однажды приехала звезда, Клеопатра там свои гастроли провела. Олег лично ее был композитором тогда, и на набережной услышал Жанин голос он тогда. Прослушивание Жени предложил тогда Олег, сказал, что талант есть реальный у нее, и что ее на сцене абсолютный ждет успех, и он также ей сказал, что его песни для нее. Так красиво Азарина Евгения поет, Олег Никольский ей проходу не дает, Андрей Философ встречи с нею ждет, Евгении с Олегом работать не дает. Песни Никольского Олега Женя исполняет, дуэт «Синяя птица» чувствами меня переполняет. Жаль, что по вине Олега ребенок Жени погибает, и дуэт сей Жени прошлое вернуть не позволяет. Андрей, бросив Женю, в Тибет свой уезжает. Перед этим проститься он с ней не желает. Приехавшего за нею Андрея она видеть не желает, у Олега защиты от Андрея попросить она желает. Олег до этого чуть на съемках клипа Женю не убил, когда на декорациях ножом трос он надпилил. Чудом на балкон опасный тот Никита вдруг взошел, и сорвавшись вниз с балкона, он чуть из жизни не ушел. С грехом этим на душе Олег долго жить не смог. Чувствуя расстройство на душе, найти силы предстать перед садом в себе он смог. Он предстал за этот грех перед садом. Под о невыезде подпиской посетить должен он свой дом. Тяжело Олегу впредь в нем находиться, но тяжело ему забыть, в нем было суждено чему случиться. Зато Олега Женя стала ненавидеть, что беременную ее петь Олег стал заставлять. Женя стала поражаться, как Олег мог так ее обидеть. Он контрактом с Алиной ее права стал ущемлять. Слова к песне Олега сама Женя написала. Годунова слова эти на музыку Олега наложила. И шикарную в итоге она песню получила, ведь в ней свои все чувства Женя изложила. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok